доброе утро уважаемые любители рок-музыки будем надеяться что она таки будет добрым в этот день и для вас и для нас и что никто не сможет нам его испортить хотя вероятность такого развития событий всегда имеется у любого человека особенно находящегося в пути или на новом месте вот мы как раз впервые в этом отеле и еще не знаем чего от него ожидать поэтому опасность столкнуться с противоречием не состоявшихся ожиданий есть всегда тем более что направляемся мы сейчас в то самое опасное место которое наиболее красторечиво характеризует любой отель и называется это место ресторан со шведским столом в котором проходят завтраки поэтому отель сейчас будет держать экзамен на зрелость перед профессором волосчуком ну или профессор волосчук будет держать экзамен на выдержку перед этим рестораном пойдемте вместе посмотрим попробуем оценим вот здесь завтра вот тут прям да елена ивана прямо тут проходите вот этой красоте проходит я думал такой-то бар тут небольшой да так но гигиена то в питере на самом деле мы уже побывали во многих местах особого требования каким масками где к нам не предъявляли но здесь правильно здесь еда поэтому поддерживаю один для начала хочу отметить вежливость персонала встретившего нас проводившего к столу сразу же принявшего у нас заказ на кофе и чай и любезно попросившего надеть маски второе отмечаю чистоту отсутствие неприятных запахов и просторность ресторана не толпятся люди в общем третье что хочу отметить так это хороший дизайн продолжающий линию переплетения городских силуэтов с цитатами стихотворений питерских поэтов пронизывающий весь отель ну и перехожу к самому главному к еде выбор блюд достаточный для удовлетворения и голода и вкуса даже привередливого постояльца и каши и омлет и яйца и колбаса и бекон и рыба и мясо и свежие фрукты и овощи и соки и десерты в общем есть все какое все это на вкус расскажу после завтрака но выглядит и пахнет все очень аппетитно похулиганю чуть-чуть возьму себе бекончику пока начальство не видит бекону возьму люди добрые только не выдавайте меня хорошо это начальник ругаться будет масляная рыбка я люблю масляную рыбку уже мы любители музыки вы любите масляную рыбку я люблю поэтому я возьму аж три кусочка начальство против масляной рыбки не сильно выражает хочу взять еще творожку кофе или мы творожок с кофе вот возьми с вашего позволения если можем любить руку но и чуть-чуть похулиганю сметанкой по нее на крайний случай чтобы так сухо бы но чуть-чуть совсем не все мне хватает мне больше чем надо пойду ну еще с соку потому что вы знаете что с утра начать надо сока а потом уже и потом кофе уважаемые любители рок-музык ну что я взял вы видели омлетик немножко рыбки маслом немножко бекончика на пару помидорчиков чуть-чуть поджариваться творог со сметанкой йогурт и сок но и кофе вы мы заказали нам принесли из кофейный язык приготовлены специально вот все я буду пробовать и докладывать вам но на вид и на запах великолепный выбор небольшой но чувствую что вкусный омлет приготовлен грамотно хорошо и помидорчика хорошие не водянистая хорошие настоящие сладкие хороших помидоров сделали отмечают вкусно пробую масляную рыбу не протухшую подали и рыбка хороша свеженькая вкусно мои глаза и мой нюх меня не подвел и вид прекрасный и на запах было хорошо попробовал вкусно рецепторы подтвердили вкусно интерьер пятизвездный отличный дарил еда соответствует уровня как известно свежие за ваше здоровье вы знаете русский интерьер без то там не может даже за ваше здоровье уважаемые любители рук музыки а мой режиссер он же из сибири и сибири сибирячка но меня обожаю сибирских женщин а вот она обязательно взяла себе пельмешки на завтра ну как сибиряк то без пельменей это это неправильно 13 надо пельмешками оба свою сибирскую душу приятного вам ведь это елены важен ну что подошла пора утреннего десертика творожок со сметанкой и сладкое которое принесли на мискофейне а ну хороший свежий рассыпчатый творожок и сметану в меру жирная обалденная густая хорошая а ну ходим и кофе хорош пахучий и в меру горького тот в меру чуть-чуть должен быть чуть-чуть не горчить вкусно великолепная еда мне нравится этот завтрак подвожу итог завтрак в ресторане ренессанс санкт-петербург балтик не обманули и даже отзывы которые часто тоже правильные блюд выбор не очень большой это не в этом не турция конечно где все включено где сотни всего все только можно здесь на как в математике говорит необходимо и достаточно есть все на любой вкус и рыбка и колбаска и бекон и омлет яйца все есть все что для завтрака нужно и что что основная масса населения земли любят есть назад так все есть и кашки и йогурты и кофе и чай и соки все и все свежие вот это я отмечаю все очень свежие обслуживание великолепные все вежливо аккуратно без навязывания без диктата а скромно подошли за леденьте масочку или масло пянуть и мы же не ворда я чего-то масочки не видит а потом благодушно вы решили масочки снять чтобы мы поели не сняли масочки и поели и отмечаем вкусно хорошо вкусно свежо отлично атмосфера прекрасный дизайн вот поэтому набравшись сил мы сейчас поедем путешествует по питеру дальше и рассказывать вам о наших приключениях из жизни русской профессор и жизни докторов наук истории ван без цензуры расскажет рокер валащу а